Игорь Витальевич, что было? На данный момент что известно? Сюда сразу было направлено 4 отделения автоцистерны, одно отделение аварийно-спасательный автомобиль и два отделения авториста. Во время данного пожара пожар был ликвидирован и полностью ликвидировался, только с тем условием, что сделали обход полностью всех квартир, это обязательный обход, только после этого в 2014 дали сообщение о том, что пожар нет, то есть нет угрозы и другим квартирам. Значит, что касается тушения пожара, да, действительно было сложность тушения пожара, почему? Потому что в первую очередь огнем было сразу оплачено полностью, квартира полностью, сразу в полном объеме, ну и были затруднения связанные с лоджиями, ну или полфонами, как мы здесь можем сказать, потому что очень много старых домашних вещей, которые затрудняли тушение пожара и ускоряли его переход с одного этажа на другой. То есть, если вы видите, когда окон перебрасывается с одного балкона на другой, то это говорит о том, что очень много горючих материалов находится на балконе. Одно из таких вот нарушений, на которые бы я хотел, чтобы жильцы обращали внимание на это. То есть, сколько у нас происходит этих пожаров, и вот как раз распространение, это вот происходит по этой вот причине. Что касается работы нашей, была оказана помощь по выходу из помещений, почему? Потому что некоторые люди не могли покинуть свои квартиры, им была оказана помощь. Ну, а для медицинской помощи обратились два человека, по предварительным данным. Да, я говорю, предварительные данные. Это ребенок, было 7 месяцев, и мужчина, но он сейчас находится в полицах. В настоящее время идет опрос как жилищной организации, как и жильцу. По данному факту выставлены наряды, работа следствия, я говорю, нарядами крупного медицинского, а медицинского и медицинского. Это для того, чтобы собраны себя сходить. А сколько у нас квартира, которая взорвалась, вы сказали, что у нас? Мы не исключаем показания осведения. А что касается пожаров, то есть, чтобы это действительно данные, было выкидываться, и было равно. Квартира в полиции. Какая комната? Предварительная треклая. Перегородки в специальности. По предварительным данным, дверные проемы, то есть, я имею в виду, дверные полотно, они в некоторых местах были выкиданы. Оконная рама в одной комнате также вылетела наружу, но на кухне и в маленькой комнате нет. Почему? Потому что там окна старая напротив. Вы понимаете, что это происходит. А вот этот мужчина, который вошел в вам, он житель этой квартиры? Сейчас устанавливают, но есть предварительные данные, что он на время, определенный период, приезжал сюда смотреть. То есть, он находился в очаге? Ну, сейчас это устанавливает причину. Дело в том, что он на жуге получил внешнюю помощь. И он и скоро вылетел, и нам нужно будет с собой. Это уже вопросы, связанные с оперативностью СНГ и с правоохранителем. Я говорю только о работе наших подразделений. Квартира это же больше, да? Да, это наше. Поставница работы. Я могу сказать, что по очередям, по помощи, практически. То есть, квартира закатана, что мы уже выбрали? Да. Но вот такого нарушения, как в прошлый раз, когда взорвалось, чтобы повыденалось стены. Да, в тысячи стены как-то. То есть, угроза разрушения? Я же еще вам говорю. По внешним признакам, для того, чтобы дать полностью заключение, о котором вы говорили, это дается заключение, только когда специалисты, технические учреждения, это делается обследование, обследование, делается испытание. С учетом того, что здесь жидко-боконник. Я говорю о визуальном. Потому что, вы поймите, правильно, что вы из-за карты на силу возглавления обгорели скены и практически никаких не могли. Трещи не могли. Спасибо большое. Ну, в принципе, дело в том, что как электроэнергия, так и вода в доме были отключены. На отключение электропитания. И без отключения воды. Выводили, вывели. Ну, сейчас, если подсчитать, где-то предварительно. Мы обошли все квартиры. Ну, где-то в воду скачать. Ну, говорим. Это оказывается, что вода скачает. Нет, я так же знаю. Не надо. С утра? Нет. С утра вообще опалывается. Я сразу, я сразу, вы имеете в виду. Сосколько другого было? Ну, это уже больше. Людей, грубо говоря, сегодня, шутят домой или нет. А можно, наверное, в квартире? Ну, конечно, в этой квартире, конечно, даже вообще нельзя начать. Нет, ну, в подъезд. Нет, ну, в подъезд. Ну, есть квартиры, которые не пострадают. Нет, ну, вообще нет. То есть, возможно... Все остальное, что касается, когда можно, когда нельзя. Да, это есть специалисты, различные организации, которые... Да, да.